Новости 24 на ННТ в студии Махач Курбанов. Начнем с короткого анонса. Рамазан Абдулатипов обсудил с председателем Сбербанка России ряд направлений банковской деятельности в республике. Рамазан Абдулатипов обсудил с председателем Юго-Западного банка Сбербанк России Евгением Титовым направление банковской деятельности в республике. Он отметил, что в условиях рыночной экономики важную роль в развитии региона играет поддержка банков. Особенно сильно, по его словам, в этой помощи нуждается малый и средний бизнес. Второй проблемной сферой является то, что не всему населению Дагестана доступны банковские услуги. Глава выразил надежду на дальнейшее успешное сотрудничество. В свою очередь, Евгений Титов сообщил, что Дагестан обладает всем необходимым для создания и развития целого ряда бизнес-проектов. И большой потенциал заключается в сельскохозяйственной сфере, на которую коллегия банка обратит особое внимание. Далее стороны обсудили развитие дистанционного банковского обслуживания, расширение сети банкоматов, платежных терминалов и другие вопросы. В заключении беседы Евгений Титов вручил Рамазану Абдулатипову карту национальной платежной системы «Мир». О готовности учреждений системы образования к началу нового учебного года говорили сегодня в Главном управлении МЧС России по республике Дагестан. Там состоялось совещание под руководством заместителя председателя правительства Екатерины Толстиковой. В работе совещания в режиме видеоконференц-связи приняли участие представители администрации и управлений образования городов и районов республики. С начала года проверками охвачено 1530 объектов образования, по итогам которых выявлено более 5000 нарушений. Большинство из них приходится на муниципальное образование. Должного внимания вопросам обеспечения пожарной безопасности образовательных учреждений администрации многих районов не уделяют. Исходя из этого, начальник главного управления Нариман Казимагомедов внес предложение, чтобы представители районов прошли обучение по пожарно-техническому минимуму в учебно-методическом центре республики. Все дагестанские паломники сегодня прибыли на долину Арафа, пребывание на которой является основным условием хаджа. Сегодня, начиная с раннего утра до 10 часов, дагестанские паломники были перевезены с долины Мина в местность Арафа, где все они были размещены в палатках. Здесь в течение дня верующие занимались богослужением. За совершение благих поступков в этот день вознаграждение увеличивается многократно. Следует отметить, что в этом году условия пребывания паломников в долине Арафа значительно улучшены. Установлены комфортные палатки с кондиционерами, также предоставляется горячее питание и прохладительные напитки. МВД России задержало подозреваемых в краже антикварной шашки на Диршаха, оцененные экспертами в сумму более 1 миллиона евро. Кроме того, задержанные обвиняются в хищении антикварных изделий из здания Музея Кубачинского художественного комбината в Республике Дагестан. В ходе оперативно-розыскных мероприятий в Чеховском районе Московской области при передаче «Шашки на Диршаха» с целью дальнейшей ее продажи были задержаны 53-летняя москвичка и 44-летний житель Смоленской области. Задержанные отрицают предметом незнаком и попал в руки совершенно случайно. Два дня назад мне сказали, что привезут тебе и отдай. А кто сказал? Знакомый, я говорю, Сергей. Фамилия, имя? Уже Илья говорили. Уже Илья говорили до этого. В тот же день в городе Сафонова Смоленской области сотрудниками полиции задержаны еще двое подозреваемых, у которых в ходе обыска обнаружены и изъяты остальные похищенные из Кубачинского художественного комбината ценности. Напомним, в июне текущего года злоумышленники, проникнув в здание музея, похитили более 100 антикварных изделий, среди которых вазы, серебряная посуда, ювелирные изделия и семь других шашек. Приблизительная стоимость шашки на держаха – миллион евро. Она представляет особую культурную и историческую ценность для специалистов. Ничего не подкладывал. Это была ваза такая высокая, что мог, я зацепил раз или два. Все, в мешок. Он там взял и идет в охапку с саблей у него. Кто? И говорит, давай это самое, уходить, что ли. Ну и до туда дотащил, но она оказалась очень тяжелой, эта ваза, мы ее оставили. По данному факту возбуждено уголовное дело. Все похищенные ценности будут возвращены музею. Увлечения у всех бывают разные. Кому-то по душе парашютный спорт, а есть любители велосипеда. Один из последних – Махмуд Махмудов. Выходец из Шамильского района в свои 23 года удивляет трюками на велосипеде. И довел увлечения за три года до профессионализма. Убедилась в этом и Ума Ибрагимова. Этот трюк для Махмуда Махмудова самый сложный, ведь при его исполнении нужно учитывать балансировку, управлять тормозами и уметь правильно поднимать колеса велосипеда и приземлять. Последнее, как рассказывает Махмуд, это особая техника, которой тоже надо учиться. А этот велосипед, у него есть какое-то название или модель? БМХ называется. БМХ? БМХ. Это с перевода английского, где начинается байсикл, мотокросс, полный расшифрованный. Велосипед у Махмуда обычный, даже можно сказать слишком обычный, ведь он старой модели и без тормозов, поэтому новичок на нем явно долго не продержится. Но и у него есть свои плюсы. У каждого велосипеда, конечно, есть свои минусы и плюсы, но преимущество ее, ее можно сколько хочется ронять и не беспокоиться за нее. А так, еще она очень манерная и поворотливая велосипеда, можно сказать. На ней удобно как-то, если при всяком опасном моменте ее можно просто отпустить и с ней ничего не станет, ты тоже сможешь вягко приземлиться, как сказать. Махмуд начал заниматься данным видом уличного спорта три года назад. Пробовал себя в разных сферах и пришел к тому, что главное – свобода. А она, по его мнению, выражается прежде всего в подобных развлечениях. Но любое занятие, говорит Махмуд, требует тщательной подготовки. Я сначала начал общение правильно и как понял, как сделать по базе правильно, и было трудно переучиться тоже. И потихоньку вот начал. А по какой базе ты что-то смотрел или как-то сам? Да, в интернете ролики с обучалкой. Через нее можно найти, выйти на любого профессионального райдера и узнать, изучать его трюки, и они подсказывают. Друзья и близкие Махмуда к его увлечениям относятся неоднозначно. Кто-то считает, что это так и останется в его жизни на уровне хобби. А другие видят грядущие перспективы. Ведь сейчас юноша уже работает тренером для начинающих велосипедистов. Как он дальше не пойдет, если он, так сказать, давно уже занимается этим великим спортом? Ты думаешь, у него есть перспектива? Да. Он живет этим великом, можно сказать. Смотрел, как ему катается, понравилось. Думал, что здесь попробую. Ну вот, для себя катаюсь. В летние дни Махмуд часто проводит показательные трюки для друзей и просто присутствующих на широких площадках города. Зритель не остается равнодушным. Какие трюки тебе понравились? Наверное, то, что он стоял на этом колесе и проворачивал. И прыгал. А ты так можешь? Хотел бы научиться? Да. Останавливаться на достигнутом, оставлять данный вид спорта Махмуд не собирается. Совсем наоборот. Готов к пополнению в рядах единомышленников. Научиться делать трюки может каждый, кто решился сесть на велосипед и умеет им управлять. Главное при этом иметь сильную мотивацию, которая есть у Махмуда Махмудова. Ума Ибрагимова, Гилач Курван Алиев, телеканал ННТ, Махачкала. Короткий обзор новостей сегодня подготовил Гамзат Нурмагомедов. В Махачкале женщина ножом ударила сожителя. Женщина поссорилась с ним в ходе совместного распития алкогольных напитков. Перепалка закончилась убийством. Махачкалинка ударила ножом 55-летнего сожителя. Мужчина скончался на месте трагедии. На данный момент ведутся следственные действия. Возбуждено уголовное дело. Через 70 лет Махачкала останется без пляжа. До берега Каспия придется добираться 20 километров. Согласно прогнозу группы ученых из США, Франции и России, через 75 лет российская часть акватории Каспийского моря сильно обмельчает, исходя из современных темпов потепления. Дагестанский полицейский торговал наркотиками. Борис наркоторговли сам оказался барыгой. Старший оперуполномоченный управления по борьбе с оборотом наркотиков МВД Дагестана пытался продать знакомому за 30 тысяч рублей гашиш массой более 10 грамм. Однако был задержан в ходе проверочной закупки. Полсотни мест для забоя скота в Курбан-Байрам, организованный в Дагестане. Специальные места для забоя скота подготовлены по поручению председателя Комитета по ветеринарии Дагестана. Таких мест всего 50. Там будут задействованы более 100 ветврачей и 20 днец дезинфекционных установок. О спорте. 13 золотых медалей завоевала сборная России по боксу на 19-м международном турнире памяти Магомед Салама Умаханова. Финальные поединки и соревнования прошли на базе Каспийской спортшколы «Энергия». Участниками мемориала стали порядка 200 боксеров, представляющие 22 страны. Награды турнира разыгрывались в 10 весовых категориях среди мужчин и в 5 среди женщин. По итогам состязаний в активе российских мастеров кожаной перчатки 36 медалей. 13 золотых, 8 серебряных и 15 бронзовых. Это дает нам большой результат, то, что наши ребята имеют возможность сегодня получать возможность выигрывать таких именитых спортсменов. И иметь за собой хорошие бои, это дает опыт большой для наших ребят. И не только для наших ребят, это люди, которые с мировым значением, которые приехали, они здесь учатся боксировать. В полутяжелом весе уже третий год подряд на высшую ступень пьедестала поднимается дагестанец Адам Магомедов. В финальной встрече 25-летний боксер решением судей одержал победу над земляком Джамбулатом Мамаевым. Турнир для меня прошелся, в принципе, можно сказать, хорошо, как я хотел. Только в начале сетки закинули на четыре боя, я хотел провести три боя. Так и получилось, как я хотел. Один соперник снялся. Первый с местным парнем боксировал, второй с бразильцем. Тоже хороший бой прошел. И третий вот сейчас тоже с местным парнем до конца отбоксировал, продышался перед Россией. То, что нужно как раз. На пьедестал почета также поднимались боксеры из разных стран. Однако золото из Каспийска увезли лишь двое из них. Это спортсмены из Казахстана и КНДР. Курбан Рагимов, Магомед Расул, Магомедов, телеканал ННТ, Каспийск. Ну и в конце, как всегда, курс валюты на завтра. Доллар 58 рублей 54 копейки и евро 69 рублей 62 копейки. Оставайтесь с нами, также смотрите наши новости на сайте nnttv.ru. Всего хорошего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова